Здравствуйте, в эфире программа «Сделанная в Вятске». Меня зовут Владимир Сметанин. Я сразу хочу пояснить, наверное, и это, наверное, нужно было раньше сделать, слово «вятка» здесь на названии скорее употребляется не как топоним, да, не как название нашего города в прошлом. А как нечто, ну, вроде бы, «вятская земля», что-то такое вот зачастую неосезаемое, свой дух, свое мировоззрение, своя специфика, потому что я уверен, что в целом наша «вятская земля» вместе с нами, с людьми, с природой и так далее, вы уникальны. Действительно. Сегодня в роли основного гостя и основного главного героя, главного героя передачи выступает Евгений Питунин, историк, краевед, руководитель Музея инженерных наук, ВятГУ, президент Вятского ретроклуба. Евгений Альбертович, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Спустя две недели мы снова с вами в этой студии. Вот смотрите, готовясь к программе, я, честно, не называю пока темы сегодняшней программы, вот смотрите, какую информацию обнаружил. Ну, во-первых, ровно через месяц будет включаться Всемирный день телевидения. Во-вторых, ровно 85 лет назад, в октябре 1931 года, появилось Центральное телевидение СССР. Ничего не путаем? Да. 85 лет назад. Ну и вот уже пора озвучить тему. Сегодня мы будем говорить о истории телевещания как раз-таки в нашем регионе. И у нас такая трилогия, да, получится. Мы не так давно говорили про развитие радиовещания. Сегодня поговорим о том, что смотрели, на чем смотрели, как и так далее. И следующую передачу давайте тоже проанонсируем сразу, что читали. Что читали. Что читали в послевоенную эпоху. Читали и собирали. Да, замечательно. То есть и периодика, и книги, и журналы. Сделаем. Сделаем. Ну а сегодня телевидение. Ну да, телевидение. Мы сегодня тоже, ну, будем затрагивать довоенную эпоху. Да, потому что мы назвали дату. Да, 31-й, 31-й год. Прошла дата незамеченной. Почему-то никто и не вспомнил. Дата начала телевидения в СССР в России считается 1 октября 1931 года. 85 лет прошло. Начала вещание студия через Шуховскую башню, известную Шаболовскую. Но тут был один такой момент, что это телевидение не было электронно-лучевым, а было механическим. Оптика-механическая. И я уже говорил в теме про радиовещание, что это имеет самое непосредственное отношение к Вятке. Потому что и у нас смотрели, оказывается, это телевидение, умудрелись принимать. При том, что в Москве официально насчитывалось на момент начала телевещания 30 механических телевизоров. 30. А давайте поясним, что такое механические телевизоры. Ну, впоследствии стали производить их в виде конструктора. Механический телевизор – это приставка к радиоприемнику. То есть система была звук, телепередач, там были, видимо, программы, анонсы, что будет передача. Звук шел по радио, и был такой телевизионный приемник, вот он либо целый продавался, либо надо было собирать самому механический принцип телевидения. Деревянный ящич, экран в нем был 3 на 4 сантиметра. И был такой диск гнипковый, это бумажный диск с прорезями, он вращался. И внутри телевизора было механическое устройство, которое каким-то образом воспроизводило изображение. И вот через этот диск выводилось на экран. Ну, если кто представляет устройство иносъемочного аппарата, вот там тоже есть обтюратор, так называемый. Это тоже рычатка, которая отбивает кадры. И что там можно было на этом экране 3 на 4 сантиметра видеть? Сколько лининдеатором можно сравнивать? Может, какие-то фигурки двигаются? Ну, видимо, да, но были и новостные передачи. Вот. А почему ряд имеет отношение? А ближе все-таки ряд. Потому что у нас в музее города Слободского имеется механический телевизор, вот именно с этим экранчиком, собранным слободским умельцем. Он находится в музее города Слободского. И, наверное, это один из немногих единичных экспонатов, которые сохранились вообще в мире. Вот. Очень интересные фотографии. Можно посмотреть и на моих страницах, и, видимо, потом у нас будут... Я постараюсь в музее воссоздать хотя бы внешний вид этого телевизора, чтобы подобный механический аппарат стоял. Музей инженерных наук. Музей инженерных наук. Самое интересное, что передачи были действительно серьезные, но были некоторые особенности. Например, когда в студию приходили, к примеру, спасенные челюскинцы средины, то... Год, напомню. Да, это 30-е, средина 30-е где-то. И ведущему, и всем присутствующим надо было красить губы в ярко-зеленый цвет, потому что иначе они не читались. Ну, вот была масса других особенностей. Тем не менее, умельцы делали антенны, умыкрились принимать и смотрели по тем временам. Это, конечно, было... Ну, я не знаю, вот это же... Все равно, что сегодня там любитель бы поймал с Марса сигнал вот этого недавно разбившегося аппарата. Даже больше, больше сенсации. И эти конструкторы, эти механические приемники, они продавались в том числе и у нас? Продавали в виде набора у нас, да. Может, единичное, но тем не менее, вот, сохранился и все. Но это быстро прошло, потому что все-таки с 1938 года механическое телевидение вытеснило электронное лучевое. Причем, вот, были телевизоры уже и в США, в Европе, в Англии, довольно распространенные в войну. Естественно, с началом военных действий были изъяты. Ну, тут стоит пояснить, вообще телевидение это США, тут пионер-то, да, в этом отношении? Ну, если брать Зворыкина, то имеет отношение Зворыкин, это эмигрант из России к созданию телевидения. Вот, а у нас началось после войны телевидение, вот, были выпущены первые телевизоры, причем знаменитый КВН, который к клубу веселых и находчивых не имеет отношения. Это по фамилиям изобретателей, Эниксон, Варшавский, Николаевский. Вот, до войны были тоже телевизоры, опытные экземпляры, довольно интересные. Сохранились в музее политехнического Московского университета. Я правильно понимаю, в руководстве страны были люди, которые, ну, понимали, что это нужно. Это нужно, нужно пробовать делать. Ну, что любое зрелище, это и пропаганда, это и развлечение, то есть телевидение шло, и нельзя было отставать от всего мира. Поэтому, ну, после войны не было даже чистоты, вот, чистота, ну, не будем утомлять техническими деталями, вот, не было единого ГОСТа чистоты. Например, в Ленинграде телевидение было на одной чистоте, а в Москве с другой, с разверткой рана. И за основу взяли английскую радиолокационную станцию, которая поставлялась по Ленд-Лизу в СССР во время войны. Там был экран, там была определенная частота, вот ее взяли за основу, и на основе этой электронной лучевой трубки, по диагонали она была 15 сантиметров, в дюймах там сколько, ну, сейчас. Создали телевизор КВН, но он был не самый первый, он вообще-то КВН-49 у него, правильное название, его выпускали до 60-х годов. Ну, 49 это год изобретения создания. Было и Ленинград, Т2, были телевизоры разного плана, ну, с такими же, раньше, ну, это, наверное, что 5, вот, изначально у нас промышленность планировала. Просто КВН был самый массовый, его делали и в Ленинграде, и в Москве, и в Нижнем Новгороде, и там, и сям. Вот сейчас специалисты различают эти КВН-ы по маркам заводов, там есть буквенное обозначение специальное. Отличался он тем, что перед ним была линза с водой. Воду нужно было. Вот прошлая передача, круглая линза или овальная линза, в нее наливалась вода, реже глицерин. У глицерина было меньше переломляющей способности, больше разрешения. Вода же, она дистиллированная, все более размытая давала изображение, резкость наводилась. Все, рукоятка была, да, специально? Нет, это двигать вручную, эту линзу, она стояла на полозьях перед экраном, надо было ее отодвинуть, придвинуть. Вот, а остальное, все. Конечно, ручками настраивалось. Вот, экранчик был с открытку, примерно он занимал одну восьмую часть фасада телевизора. Сам телевизор он, ну вот я принес, тут мне отротели приемник, но ПВН я не принес, потому что я с трудом его поднимаю. Но это вот примерно вот ящик такой, ну с чем бы сравнить, даже не знаю. Ну очень весомый, очень тяжелый, я вот один, хоть я вроде не из самых... Ну давайте по мужским меркам, какой-нибудь большой ящик для инструментов, для инструментов такой... Собачью кнуру. Да, с собачью будку. И вот там вот открыточка такая размером с открыткой. Причем у него была особенность, если был плохой прием, то изображение менялось черное на белое, белое на черное было в негативе. Негатив-позитив, да? Есть, есть, и вот у нас есть музей, но у моей бабушки был телевизор ПВН, и я помню совсем маленьким. И мы смотрели премьеру фильма «Свадьба малинов». И вот, по тем... Замечательный фильм. Но давайте сейчас немного вернемся от телевизоров. Мы начнем все-таки... Мы забежали вперед, а с чего начиналось у нас? Ведь надо было что-то смотреть на этом Эвене, поэтому... Нужен передатчик. Нужен передатчик. Поэтому в 1954 году в Иреве собрались энтузиасты, любители телевидения. Как бы сейчас сказали, продвинутые люди, и озвучили идею, что надо открыть любительскую телестудию. Вот. Они, видимо, обратились в то правительство с такой идеей. Это было принято сведенью, но уже в ту пору по разным регионам, по областям, как считалось тогда, стали массово появляться телевизионные студии. Свои пока, не централизованные, свои местные. И местное у нас руководство области, видимо, оно сообщило Москву, что вот есть энтузиасты, есть намерение открыть любительскую телестудию. Ну, видимо... Мол, дайте денег. Или нет? Разрешение. Прежде всего, разрешение. С деньгами вопрос решался. Аппаратура. На что они сказали? А зачем вам, собственно говоря, любительская? Давайте-ка мы откроем в Иреве профессиональную, настоящую студию. Вот сейчас о деньгах. Мы договоримся так, что вы строите сами за свой счет студии, там здания, а вот всю вот... На чинку. На чинку. На чинку. На чинку все. Это мы вам купим и централизованно привезем. Ну, я говорю, это вопросы идеологии были и всего-всего. И вот, таким образом, у нас не последняя в СССР область, там и позднее открывались, и в 60-е годы, а у нас вот уже к 56-му году дозрели и начали строить телестудию, начали строить вот на берегу. На улице Урицкого на нем, да? Кстати, статей на эту тему полно. Я вчера погуглил немного, и вот написано и переписано, поэтому я подробно не буду. Тут все друг у друга катают, все детали и подробности известны, но в основном, ладно, мы скромно умолчим, кто еще в 70-е годы писал первую статью об этом. Было несколько книг на нашей телекомпании выпускали, там тоже эта история озвучена. Я только упомяну, что вначале были варианты размещения телевизионной вышки на самых высоких местах города. Это первое место диорамы нынешней, второе – магазин Антей. Ну где, сегодняшний магазин Антей, конечно, там уже за городом было поле в ту пору. Третье, вот я не помню, но волевым решением ОМА партии вот это установили место, когда-то была хлынная ареста и воздвиженская церковь, часовня на этом месте. Вот в оползневой зоне разместили вышку. Почему? Потому что вот был уже план строительства моста, люди подъезжали… Который мы сейчас называем Старый мост. Старый мост. Люди подъезжали к городу из Реи, с разных мест. И до революции, к примеру, была красивейшая панорама, вятский ремель, храмы, пола, все это было снесено. Вид, честно говоря, был не очень… И снесли 20 лет до начала строительства телецентра, был снесен и взорван Александр Невский собор. Чем-то надо было, как-то это была рана, болезненная в обществе до сих пор. И поэтому на этом месте, что на смену культу опиума для народа, идет прогресс. И решили установить на высоком берегу, чтобы издали телецентр. Хотя это был ущерб. Первое, это меньше районов области попало в зону уверенного телецентра. Потому что это ниже. Ниже. По сравнению с теми местами. Да, второе, что была такая система обещания, что густонаселенные кварталы возле телевышки попали в зону жесткого излучения, что не на пользу людям там. Они и до сих пор находятся в этой зоне? Нет, сейчас другой принцип. Или другие все-таки технологии? Сейчас другие технологии. Сейчас напугаем людей. Пугали, пугали. Еще недавно, еще 80-е. Не-не-не, дома там не могли продаться деревянные, потому что считалось, что вредно жить. Это, кстати, доказано? Медиками подтверждено, что в связи с этим излучением начинаются изменения. 50 на 50, скажем, были и слухи, но были. К тому же ведь и ремонтники, которые на высшеме работали, у них тоже было ограниченное время находиться возле антенн. Но так или иначе, по 57-му году была построена практически телестудия. Это вот старый, если кто-то по Уридскому ездит, это желтый дом. А рядом вот это, такой из серого кирпича, дом был построен, он назывался Дом радио, не путать с магазином. Его построили в 70-е годы, а тогда вот обходили степень. Поначалу была весной и осенью непролазная грязь. Там и в сапогах все дикторы, телеведущих не было, дикторы, редакторы и прочие сотрудники телевидения в сапогах пробирались в этот телецентр. Строили вышку, вышку делали. Почему-то я нашел опечатку в одних источниках в Днепропетровске, в других в Челябинске. Ну, это американская вышка, образец устанавливали на нефтеперерабатывающих заводах, чтобы в верхних слоях атмосферы распылять вредные выбросы, чтобы они не побывали в населенные пункты. Да, вот там труба по ней проходила все у нас. Сейчас у нас вышка была на 180 метров высотой, сейчас ее повыше сделали. Кроме этого, у нас в области находится 6 трансляционных вышек высотой до 220 метров. Некоторые из них, а похожие вот на нашу, которая вперед свечой, не доезжая свечи, может чуть поменьше, но... Я один из ретрансляторов вижу регулярно возле Бурмакина. Возле Бурмакина. Ну, там может быть телефонные, что-то Бурмакина, это вроде бы... А, ну да, что-то. Сейчас очень сложно, потому что везде понаставили телефонных. Мачт, так называемых. Значит, набирали штат, конечно, туда привлекли лучших журналистов, писателей, людей от искусства, набирать команду. Это вот все происходило еще до открытия, да? До открытия. Ждали, готовились, понимали, что нужно свое вещание будет делать. Там все уже знали, что строят телецентр, люди из домов, там, из парка наблюдали в бинокле, что такое строят. Еще был момент, что вышка в процессе строительства горела. Вот я не нашел ни одной фотографии, а чему гореть? То есть, собирали ключами вручную, там, гайкрутили, вот, собирали трубчатую инструкцию, но что-то там сгорело. Интересно бы найти вот эту фотографию с пожаром. То есть, Астантино, у нас сгоревшая вышка, это не приоритет. Вот у нас все-таки в Ирове горело тоже. Но теперь и хорошее. Да, давайте напомним, в 56-м году, да, началось строительство. Начали, да, в феврале 56-го года. Построили забор, начали. В 57-м уже построили. А в 58-м открыли. А в 58-м, самое интересное. Сейчас связь такая со мной, вот, имеется. Конечно, народ бросился заранее, зная, что будет телевещание, бросился покупать телевизоры. Телевизоры были в дефиците, даже давали их по блату. Вот люди ждали. Что значит по блату? Очередь была? Через знакомых, там, что где-то. Вот очередь была. Один из очевидцев, он пишет, что его узнали в старом универмаге. Появился телевизор «Рубин». Стоил он 1700 рублей. Для сравнения? Ну, это по старым ценам. Это средняя, больше зарплаты, наверное. Если средняя зарплата была где-то рублей 700-850, хорошая зарплата, то 1700 это было... Ну, вообще в СССР вся радиоэлектронная аппаратура, она стоила довольно прилично. Вот, поэтому был куплен телевизор, а я замечу, что вот сейчас эта техническая грамотность, она намного ушла. Даже у бабушек, кто там тыкнули, включили, а тогда даже не представляли, не представляли, что это... Дайте поумничать. Это еще задолго дояры полупроводников. Да, даже если были приемники, то пугало вот это настрой по горизонтали, по вертикали, яркость, четкость и все. Поэтому момент интересный есть такой. Я родился, открою тайну нашим радиослушателям. В год? Родился я 20 апреля 1958 года. В этот же год, 20 апреля 1958 года, состоялась первая попытка телеобещания. Да-да-да, подарить жителям города картинку телевизорную. В этот день только настроечную таблицу. Вечером, видимо, сидели, ждали, крутили телевизор, и вечером 20 апреля 1958 года появилась настроечная таблица. Но ветераны теледвижения помнят, это такой рисунок был, в клеточку с ими-то круглыми по бокам там... Я до сих пор не понимаю ее смысл. А это надо было, чтобы было правильно, чтобы не вытянутое, чтобы цифры читались вот резкость изображения. И тем не менее, это была сенсация. Это даже в анналах истории отмечено. А 21 апреля уже были попытки у нас настоящего телевизорного 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 телевизора, а потом... Настоящего, то есть? Живого, то есть фильмы. Вначале был показан журнал, тележурнал, а потом фильм. И вот каждый вечер... Ну это все из Москвы, естественно, на сенсации. Это все наши, и у нас ничего же не было, и поэтому, вот, можно полагать, что обычный фильм крутили через иную установку на экран, стояла телекамера, она его... Вот пиратские фильмы сейчас вот делают. Пришел в кинозал, да, и снимали. Потому что устройств еще не было. Москва, это гораздо позже, это все свои передачи были. Причем, не плохие, не дурственные. А сколько на первых парах вещей своего? Час-два, да еще не каждый день, потому что... Час-два? Вечером вот фильм, журнал, фильм там где-то... Прорыв был на 1 и 2 мая, там показали каждый день по 2 фильма, то есть это 3 часа было вещание. Слушайте, наверное, весь город, улицы, наверное, пустили. Да, собирались. Собирались. По 20 человек в квартиру, у кого были телевизоры, и смотрели. Это была сенсация первая. И есть еще интересная фотография. Витрина старого универмага. Стоит телевизор, но не ЛН, уже побольше. И, видимо, телевизоры ставили на витринах, ну, видимо, реклама, вот и все. И подключили работающий, вот работает телевизор. Толпа народ собрался. На улице Ленина толпа, и смотрят, что там, это вот первое вещание. Кстати, подобные фотографии Минс, и у нас вперед были, и все такое. Еще был такой интересный момент, что телевизор надо было купить, и в течение 3-4 дней его надо было зарегистрировать. Это надо было дуть на почту, и телевизор поставить на учет, и платить ежемесячную абонентскую плату. Причем она была весомая плата, и отменили только в 1962 году за приемник. А смысл в том, что, во-первых, он на учете, во-вторых, там и радиоприемник, и телевизор на учете, а в случае, скажем, военного времени, известно у кого, и подлежали изъятию. Адрес был, да, в этой бумаге, серийный аппарат. Адрес владельца там, и все. Интересно. Ну, в послевоенное время, конечно, такое сейчас атмосфера. И в 1962 году отменили, и сразу цену на радио-телеаппаратуру подняли на четверть примерно, без абонентской платы. Тоже народу мне не стало нравиться это. Но вот что интересно, у нас еще как бы либерально все было. Например, есть с ним, когда после войны по Лондону ездят специальные машины. Вот если кто помнит фильм про Штирлица, вот там ездил такой автомобиль, был радиоатр, и он ловил вот эти шпионские радиостанции, пеленговал. И вот по Лондону после войны ездили такие же мрачного вида машины с таким же крутящейся такой антенной на крыше. И они вычисляли нелегально установленные телеприемники, вычисляли этих людей, и вот их, видимо, штрафовали за то, что они не платили арендную плату. Она тоже была. А у нас вот, я не помню, что бы в Ирове или Москве кто-то вычислял. Так что, вот, видимо, надеялись на сознание. Но, в любом случае, технические возможности, наверное, такие были. Можно было бы этого додуматься. Евгений Овятович, о дальнейших шагах по развитию телевещания в нашем регионе уже после небольшой рекламы. Сделано метки. То, что касается, то, что кажется, вернее, сейчас, привычным и обыденным, и то, что много лет назад таковым не казалось. Вот такой краткий смысл программы «Сделано на ветке». Напомню, что мы беседуем сегодня с Евгением Питуниным, историк-кровед, руководителем Музея инженерных наук ВИАТГУ. Наверное, спрашивает кто-то из наших слушателей сейчас, задается вопросом, где находится Преображенская? Бывший дом политпросвета, Преображенская, 41. Так что, если у кого-то есть ненужные старые советские телевизоры, приносите прямо туда, будем рады. Музея сохраним для истории. Да, про историю телевещания в нашем регионе мы сегодня говорим, вернее, Елена Абертович рассказывает. Зафиксировали, 58-й год, открытие нашего Ировского телецентра. Ну, открыли и пошло и поехало. Массово-массово начали набираться. Вот я хотел еще отметить такой момент. Ну, что за названия сейчас у телевизоров? Там Samsung, LG, там, ну, были Goldstar. А вот в СССР были названия, я выписал самые яркие телевизоры. Авангард, Адмирал, Буденовец, Вальс, Вечер, КВН, уже про него говорили. Нептун, Радди, даже Рембрандт, или Рембрандт, правильно? Рембрандт. Рембрандт. Рубин, Садко, Снежок, Спартак, Трембита. Вот это из редких названий. Вот это выдумка. Не все у нас. Вот, например, если производили в Нижнем Новгороде или там в Владимире, они в Иров везлись, а редкие телевизоры типа Енисей уже были там в Красноярске, у нас их не знали. Ну, это же за Уралом уже. Зато, думаете, рекламы не было. Была реклама и очень удачная. Вот, например, я нашел такую рекламу в СССР. Пусть, вот, похоже на сегодняшний день, пусть снег и дождь на целый день закрыли нас в квартире, мы не грустим, у нас весна, весна 304. В веснах 304 это довольно посредственно неказистый телевизор, черно-белый третьего класса, но вот это была реклама. А, кстати, классность вот эта. Многие ведь уже забыли, это первый, второй, третий класс. Это от чего зависело? От сложности, от качества. Ну, любой качества, от использования их материалов. Телевизор высшего класса, я не помню. Но телевизоры были, конечно, вот по категориям, потом хороших не было, считался Рубин, Горизонт, Изумруд, тут получше. Я помню, что в доме радио, еще я из армии пришел в 70-е годы, ветераны с урочками дрались у кабинета заведующей, что вот телевизоры, это Рубины, там, цветные выбросили, они закончились, а не только ветеранам. Остальным, вот это, вот сейчас вот не понять, а там были похуже всякие, уже там, горизонты и еще какие-то. Вот их меньше хотели, хотя по большому счету не отличались. Мы пока все еще о черно-белом телевидении говорим. О цветном, ну, были такие попытки создать цветное телевидение. Раскрашивали красками экраны? Нет, специальные пленки продавали в радиомагазинах, такие, они как бы наклеивались на экран телевизора, на стекло перед экраном. Они были вверх голубое, это небо, середина зеленая, там типа трава, и низ там красно-коричневый, это типа почва. Иногда совпадало, но иногда вот на эти зеленые рожи смотреть. Смотрели были и сериалы, что действительно дворы пустели, улицы пустели, все смотрели, вот, ну и не только про Штирвицы, и тени исчезают. В полдень любимый детский сериал, это Четыре там, и Стои собака, конечно, радовали. В 60-е годы, каждое новогоднее, они вот знали там и разбирали наизусть, но тем не менее наши были передачи. А наши передачи как развивались? Их становилось все больше. Да, вот сейчас я замечу, что практически не осталось местного телевещания. Тогда была масса местных передач. Были знаменитые, вот прославился тогда знаменитый милиционер и Марат Львович Эпштейн, который вел передачу «За все в ответе». И напомните, самый первый, да, милиционер? Ну да, вот, а потом стали и там гаишники вести, «Мальпов», там такую передачу, еще кто-то. Люди попадали в экран, они становились, конечно, очень распорученными, невзирая на это обстоятельство. Ездили ведь, это был ужас, кошмар была, бригада, это представьте затраты. Автомобиль у Азии, там сидит телеоператор, режиссер, рассветитель с прожекторами, звукооператор с магнитофоном на шнурах. Вот пять-шесть человек, бригада выезжали, чтобы снять, там, «Ормят поросят» или эту силостную яму, бульдозер взрывает, вот в грязище, куда-то все это встречали. Надо было разматывать шнуры провода. Камера была настолько тяжелой, что на руках ее оператор не мог держать. У него была нагрудная бляхот с таким отверстием. Камера на штифте вставлялась, чтобы он ее на весу не держал. Люди, представляете, звуки и картинку отдельно писали. Да, двигаться нельзя было в кадре, надо было стоять. Когда-то у Марк Отвена есть книга, я редактировал сельхозгазету, я когда-нибудь на пенсии напишу, я редактировал сельхозпередачу, потому что удалось мне немного поработать. Как называлась сельхозпередача? «Кранжеводновода». «Кранжеводновода»? Да, «Зеленый конвейер», «Природа и мы» и прочие-прочие были передачи. Сейчас ничего не осталось, может даже и жаль. Ну, тематика должна была быть строго определенной. Конечно. Что мы догоним и перегоним. Партия давал указания, что там, чего, потом все это транслировалось. Но я опять же телевизором, а еще не было, а появились первые цветные, они были... Тогда примерно 80-е. 80-е. Они были огромные, они были еще ламповые, они весили, ну, чуть меньше центнера. Вот если кто-то заезжал, то вдвоем на, там, третий-четвертый этаж эта проблема была затащить. Цвета были бледные, цвета были, ну, условные. И вот очень похоже, знаете, вот старые советские цветные фотографии, наполовину выцветшие, и в альбомах сохранились. Еще вот и на наших... Вот примерно так же были. Конечно, шедевр считался почти импортный. Это телевизор Шиллялес. Это было... Шиллялес. Шиллялес? Это был... Это был весь телевизор в Прибалтике производился. Вот у меня даже был маленький, и он до сих пор жив. Черно-белый, но были цветные, они были почти импортные. А импортные появились уже у нас в МС-80-х первые. На приборостроительный завод прибыла партия телевизоров Голд Стар. Это сейчас... Нынешняя УДЖИ. И тогда раздали рабочим там, видимо, по бартеру чего-то, и самое продвинутое бросились, конечно, по цене там какой-то... Полторы тысячи телевизор импортный продавался. При зарплате? Ой, зарплата была 150. Значит, ЭПИО, ВАЗ-2101 поддержанную можно было купить за две тысячи, или Запорожец 1900 стоил новый. Ну, представьте, это измертие, да? Либо машины, либо телевизор. И вот эти первые у Голд Стар, они еще служат, они еще... Это сейчас пишут срок жизнедеятельности семь лет, ну, хотя бы дольше работают, но... Ну, эти же телевизоры, телеприемники уже были с пультом дистанционного управления, да, уже... Говорят, раньше пультом в семье был младший. То есть, это легкий подзатыльник, беги переключают. Многие прошли через это. Ну, вот интерес к телевидению, он, мне кажется... Интерес... Это постепенно снижался или нет? Нет, нет, он всегда... Понимаете, интерес был технике телевизионной, вот, смотрели все, страна была подсажена на телевидение с начала 60-х. То есть, если что-то устаревало, то появлялись новые передачи, очень удачные вот это же поле чудес, оно идет до сих пор. Но вот, честно говоря, сейчас могу признаться, что я телевизор не смотрю по причинам, которые выходят за рамки нашего производства. Ну, это уже не тема. Вот. Второй же дали импульс и толчок к телевидению, это когда появились импортные телевизоры, вот стали первые магазинчики, они еще идтились по подвалам, по разным там комнаткам в общежитиях, упали, люди везли из Москвы, продавали телевизоры, массово стали приобретать. Ну, уже не только телевизоры, но и видеомагнитофоны. Вот это была вторая, очень похоже на первое телевидение, когда в 80-е появились магнитофоны, видео. Это по стоимости первый магнитофон был, ну, тоже с автомобилем, сравнить, даже плеер там по 2000, поэтому... Импортные или наши? Импортные. Наши были электроник LM12. Я помню прекрасно эти электроники, когда загрузка кассета была сверху. Это было уже с устаревшей модели взято, сделали. Про него даже анекдот был, встречается наша электроника LM12 с Самсунгом. Говорят, слушай, у тебя новые кассеты с фильмами есть, дай пожевать. Поэтому, у кого была электроника, у меня была, то... Да и... То есть, не давали фильмы иногда. Не-не, живешь-живешь. Да ведь электронику не купить было. Время, 91-го, вот, когда все, прилавки опустили перед дефолтом. И мне лично мэр тогдашнего города, Анжелия Михайлович Михеев, написал записку в магазин электроники, это напротив дворца пионеров, что мы работали в газете «Выбор» тогда, и надо было для новостных программ, но мы там сочинили, для чего-то... Легенду, в общем, придумали. И нам вот... И я поехал туда, и там этот директор, он весь... не мог по записке мэра там отказать, он весь там потел, расснел, бледнел, и у него два этих... всего лишь два видеомагнитофона, электроник ЭВМ-12 стояли в кабинете, один темный, второй светло-серый. Вот он мне достался, конечно, поработал, но ничего я не могу про него особо позитивное сказать, но люди продвинутые брали на... при их на четверых тогда была такая тенденция, и, например, одному дорого ты смотришь два дня, потом отдаешь следующему, он следующие два дня, потом вот эта была эпопия, открывались первые видеосалоны, которые всюду-всюду-всюду, везде, вот был даже этот на Степана Халтурина и то есть ресторан, а до него был первый видеосалон. А я еще, знаете, про кого вас хочу спросить? Вот я родился в сельской местности и вырос, собственно, там. Беда ведь была, когда телевизор поломался. Был определенный день, когда приезжал в телемастер, и он обходил все эти домовладения, районные ремботехники, и делал... Я вот телемастер, это же был уникальный человек, наверное. Ой, вот работа была крайне незавидная. Это сейчас заходишь, вот человек, он почти ювелир, у него ювелирные эти линзы на голове одеты, он с тончайшим паяльником, он разбирается в электроне, и он вот эти сложнейшие телевизоры, а тогда, вот представьте, эти огромные пыльные ящики с клопами и тараканами внутри, с этими пыльными лампами, неизвестно, с каких этих коммуналок вывезено. Вот их привозили, и эти телерадиомастеры, они сидели, и день за днем вот они чинили, чинили телевизоры, вот они, многие ломались постоянно, ввозили, были очень неудачные модели, которые в перманентном ремонте. отход контакта, самая банальная, лампа перегорела, они горели, были пожары по причине возгорания телевизоров, а я нашел, кстати, где была первая телерадиомастерская, это Октябрьс, 70, улица Октябрьс, 78, это вот угол с молодой гвардией, и даже, что интересно, знаменитый дом на улице Омуны, Московск, есть льдоедами, угол свободы, вот где в войну жила семья людоедов Абатуровых, там даже была телерадиомастерская, вот таким образом началось, развилось, дошло до нас, и телевизоров, на сейчас украшение дома, оно сейчас вот интересная, замечена тенденция, что еще недавно выбрасывали старые телевизоры, тут теперь люди, есть даже сайты, есть даже живые журналы, любители старых телевизионных приемников, и люди ностальгические аппараты и прочее собирают, и коллекционируют, вот я принес, к сожалению, не успели мы, не успеваем мы так рассказать, по-богому, два телевизора, самый маленький телевизор в СССР, ровесник, ран со спичечной коробочкой, романный первый японский телевизор, азио, который нужно носить в романе, вот жаль, что наши радиослушатели их не увидят, но тем не менее, почему не увидят, увидят, у нас видеозапись осуществляется, программа особое мнение, ой, простите, сделанная в вятке, вы потом заходите на сайте хакирова.ру, увидите Евгения Альбертовича, вот так раз перед ним лежат эти премии. Действительно, раны были голубыми, в хорошем смысле этого слова, и раньше, когда идешь по двору, по улице, то вот и голубые всполохи в каждой квартире, телевизоры работают, и работают, сейчас вот уже как-то так вот незаметно, что с улицы, что телевизоры включены, но они есть и будут, а следующая ступень, это, наверное, виртуальный телевизор, будет маленький, что Овина, нажимаешь на кнопочку и перед тобой возникает в воздухе, 3D или 5D или 8D изображение. Ну, эксперимент уже есть, кстати, опытный результат. Следующий этап, для нас это Диковина, но и в 50-е Диковина было телевидение, цветное телевидение и все прочее. Вот так все начиналось. Давайте ценить каждый момент в нашей жизни, да? Ну, в конце концов, будет о чем поговорить затем, нашим потомкам в будущем. Евгений Питонин, историк-креет, руководитель Музея инженерных наук ВИАТГУ, президент ВИАТСКОГО Редаклуба. Надеюсь, сдержим слово, в следующей программе поговорим о том, что читали. Да, да, попытаемся. Спасибо, спасибо, что слушали. Спасибо, до свидания.